Приветствую вас. Вы знаете, значит, Софина. Ну, давайте мы с вами для начала спросим себя так. Как получилось, как случилось, как сложилось, что данный друг, ваш друг, вашу жизнь. То есть, идея о том, что он вошел в нее сам, без вашего участия, ну, мне кажется, не совсем реалистичной. Если он вам пишет, значит, он чего-то от вас ждет. Если он чего-то ждет от вас, значит, вы, скорее всего, дали ему помощь думать о том, что можете дать ему то, чего он хочет от вас. Вот этот момент, почему он думает, что вы можете ему дать то, чего он хочет, нужно разобрать. Обязательно, обязательно, понимаете, потому что по-другому, по-другому не получится. Что-то у вас в поведении, что-то в вашем отношении к себе, к нему спровоцировало то, что друг ваш теперь вам пишет и не может не писать. Это первое. Исходя из разницы в возрасте у вас, я полагаю, что у вас есть какие-то проблемы. с общением, может быть. У вас есть какие-то проблемы с налаживанием социальных контактов. То есть вы человек, который достаточно эмоционально опережает, наверное, своих ровесников. Вот из-за чего вы тяготеете к людям постарше. Вот. И я полагаю, что эта тема тоже нуждается в проработке. То есть, вот, как именно вы устраиваете свое социальное поле, да? То есть, если у вас реальные живые друзья, общаетесь ли вы с ними и так далее. Следующий пункт, который мне представляется важным, это пункт, согласно которому, что мешает вам заблокировать человека, если вам не нравится, что он пишет, и как то, что он вам пишет, вам вредит. Вы можете не читать его сообщение вообще. Вы можете просчитывать их, но не отвечать на них, на них, да? Вы можете отвечать только по делу. Понимаете? Вот. И, соответственно, какой из этих вариантов, да? вас не устраивает. И по какой причине? Вот. Подумайте. Также, ээээ, возникает вопрос о том, насколько вы можете выстраивать свои личные границы. Вот. То есть, ну, по какой причине, да, ваш друг их не уважает. Ну и последний вопрос, вопрос, это то, а друг ли он вообще? Вот. То есть, эээ, если он всего лишь друг, то, эээ, стоит ли от него так отдаляться? То есть, почему вы, эээ, говорите, что он лезет в вашу жизнь? Как мощно лезть в жизнь того, кому ты пишешь? Вот. Далее у вас есть противоречия. Вы говорите, как постараться забыть друга? Забыть друга нельзя. Можно изменить к нему отношения только. Вот. Если у вас не получается, значит, есть какая-то потребность, которую вы не можете реализовать. Да? Которую вы хотите реализовать через этого человека. Ну, и что касается того, как грамотно ответить, эээ, правильных ответов тут нет. То есть, вариант такой. Эээ, вы либо, эээ, словами описываете то, эээ, как будет происходить ваше общение, и следуете этому курсу дальше. Либо вы его оскорбляете настолько, что он не хочет больше с вами общаться. Либо вы отвечаете ему односложно, еле-еле, спустя 2-3 недели и так далее. При этом анализируя, эээ, значит, свои чувства и то, как, как вас задевает тот факт, что он вам пишет. Вот, примерно так вам можно ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok